Подпишитесь на Ру-Тюб-канал из соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро» на Спасе. Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня понедельник, 20 марта. Церковь молитвенно чтит икону Божией Матери с поручницей грешной. В эфире программа «Утро» на Спасе. С Богом, друзья, в новый день. Кресту Твоему поклоняемся, Владыку. Для чего в середине Великого Поста была установлена крестопоклонная седмица? Почему для распятия использовался именно крест? В каком веке его стали использовать как орудие казни? И почему он стал символом христианства? Отправимся в паломничество в небольшое село в Ярославской области и узнаем о чуде по молитвам Годеновскому кресту. Как связаны Херсонес и князь Владимир? И правда ли, что именно оттуда пошло христианство в России? Что такое честолюбие и как побороть этот грех? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро» на Спасе. Неустанно стремись к Богу. Видя твое стремление, Бог даст все необходимое. Говорил преподобный Гавриил Вургебадзе. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. Так давайте же начнем этот день со слов Священного Писания и прочтем отрывки из 8 и 9 глав книги Бытия. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Дострашатся и дотрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божью. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Сегодня книга «Бытие» повествует нам о том, как праведный Ной вышел из Ковчега. И так вышли все его сыновья с супругами, его супруга, и вышла вся живность, вылетели все птицы, все. И первое, что он делает, это он приносит Богу жертву. Первых же шагов новое человечество делает первый культ, первую жертву, первую молитву. По повелению Божьему Ной устанавливает жертвник, и вот именно этот жертвник Ноя потом будут воспроизводить в Иерусалимском храме. И потом именно этот жертвник станет прообразом новозаветной жертвой. Это наш престол, это центр нашей жизни, это самая главная святыня для нас. Ничего святее в мире нет, и это то, с чего мы начинаем наш жизненный путь. Жертва Богу приятная, то есть Ной принес Богу плоды. Можешь себе представить ценность тех животных, которых ему удалось спасти от потопа? Каждая голова, будем так говорить, может родить еще. И если сейчас, будем говорить, убить вот этого животного, это значит, что в последующем не смогут родиться у него там еще и еще приплод, и так можно развивать чуть далеко эту цепочку. Но он думает по-другому. Он приносит Богу жертву, он отдает Богу Божию. Именно в этом смысл. На Божий тебе самое лучшее. На тебе, Господи. И Господь принимает эту жертву. Но, как сказано, Бог благоухал и изрек вот такое пророчество. Теперь отныне больше никогда не буду проклинать землю за грехи людей. И действительно, больше никогда не было и, по слову Писания, не будет больше потопа. И дальше Господь еще прорекает плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Эти слова мы уже слышали, когда на землю пришел первый человек, Адам и Ева. Эти слова уже звучали, но тогда они были искажены. И теперь снова они звучат в завете. Теперь Бог заключает завет с человечеством. И вот что говорит Господь. Всех зверей отдаю в ваши руки. Заметили, что именно с этого времени, когда люди вышли из ковчега, начали они употреблять в пищу мясо. Заметили, доктора, что человеческий организм, наш желудок, не приспособлены переваривать вот эту пищу. Мы даже созданы так, чтобы есть траву. Она в нас реально вот расщепляется, расходится. А все вот мясное в нас, извините, гниет. Именно таким образом происходит вот это переваривание, переваривание животной пищи. Это противоестественное для нас состояние, но это следствие греха. Потому что после Ноева потопа, после грехопадения, и сами злаки потеряли свою силу. Человек не насыщается. Да что человек? Весь мир не насыщается теперь травой. Она тоже испытала на себе следствие грехопадения. Удивительно, что выходит вкушать мясо, это заповедь Божья. То есть выходит, что веганы, вегетарианцы, которые говорят о том, что вот плохие люди едят бедных зверюшек, это по сути утверждение против заповеди Божьей. И церковь, насколько я знаю, очень так трепетно относится как раз к вкушению мяса. Ведь это было не просто так людьми придумано. Вот, например, в Великий Пост мы не вкушаем. Да. Но мы не вкушаем не потому, что мы там злые. Считаем, что это плохо, да? Мы это злые, мы знаем, что мы грешны, и нам нужен Бог именно поэтому, что мы плохие падшие. Но мы как раз когда вкушаем, вспоминаем, что вот начали вкушать, как следствие грехопадения, и вся земля пострадала, и теперь мы должны набраться силы, чтобы работать. Мы поэтому вкушаем. Но опять же, Великий Пост как-то Господь укрепляет нас. Мы воздерживаемся, как жертву Богу. Вот. Перекликается с нашими строчками, которые мы сегодня слышим из книг «Бытия». Мы приносим Богу жертву воздержания. Спасибо большое, отец Василий. Давайте теперь пойдем дальше и начнем этот день с напутствия Святейшего Падряха Московского и всеярфи Кирилла, которое посвящено крестопоклонной неделе. Сегодня мы слышали слова Священного Писания, в которых содержится, наверное, самая радикальная мысль и слово, которое Бог обращает к людям. Кто хочет последовать за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Это заповедь. А ведь Господь не дает никаких смертоубийственных заповедей. Он нас к смерти не призывает. Он ведет нас к жизни. Больше того, к полноте жизни, то есть к счастью. Так может быть, в этом отвержение от себя и есть ключ к человеческому счастью. А давайте теперь в эти общие рассуждения перенесем в конкретную ситуацию, в семейные отношения. Вот может быть, счастье в семье, если каждый живет только для себя. А если жена отвергается себя, забывает о всем, что бы она хотела сделать, чего-то достичь, полностью посвящает себя семье, детям, мужу, это разве не отвержение себя? Это ведь тоже подъятие на себя креста. А если муж, несмотря на удачную карьеру и прочие положительные, приятные обстоятельства жизни, в какой-то момент отвергается себя, совершает подвиг, едет туда, куда, может быть, не надо было бы ехать с точки зрения карьеры, делает многое другое, что, может быть, поставляет его под угрозу самого существования, как это в случае тех добровольцев, которые сегодня едут на Донбасс. Разве это не отвержение себя? Так значит, заповедь Божья не является требованием чего-то избыточного, чего-то невозможного. Эта заповедь соотнесена Господом с нашими возможностями. Но в этой заповеди ключ к нашему благополучию и к счастью. И если каждый на своем месте пододвигает себя из центра жизни и помогает другому встать рядом, если каждый из нас будет заботиться не только о себя в первую очередь, но даже о своих родных, близких, а, может быть, даже и о дальних, которые очень нуждаются в этой помощи, но каким же будет мир? Он будет совсем другим, где будет действительно радость и счастье и мир и справедливость. А почему так? А потому что исполнение заповедей Божьих никогда не приводит человека к несчастью, а человеческие общества к разрушению. К этому приводит нарушение Божьих заповедей и Божьему закону. История нашей многострадальной страны является ярчайшим тому примером. Поэтому слова, которые мы слышим из Евангелия, слова, которыми мы научаемся через богослужебные тексты, на них нужно, во-первых, обращать внимание относительно сказанного, нужно задумываться, стараться применить эти божественные нормы к самому себе и спросить самого себя, насколько я-то здесь, или я совсем ни при чем. А если я ни при чем, почему я в церковь хожу? Почему я даже пост соблюдаю? Но если я и в храм хожу, и пост соблюдаю, значит, вера-то есть в сердце. Значит, Евангелие-то является истинным идеалом. А потому, значит, и надо не только внешнее благочестие соблюдать, хотя и оно необходимо, но нужно совершать все, что требует Господь, чтобы Его правда, а вместе с тем и Его благодать, Его сила вошли в нашу жизнь. Уклонись от зла и сотвори благо, сказано в Псалтире. А как это сделать, если не делать добрые дела? Именно поэтому телеканал «Спас» каждое утро предоставляет вам такую возможность. Каждый день можно начинать с доброго дела, ведь многие люди живут сегодня за чертой бедности. Одинокие старики, люди с инвалидностью, многодетные, неполные семьи. Им не всегда хватает денег на питание, лекарства, нет средств на оплату самого необходимого. А если приходит беда, болезнь, пожар, потери работы, положение становится совершенно безвыходным. Но вместе мы можем помочь тем, кто попал в беду. Синодальный отдел по благотворительности запустил специальный сайт для сбора пожертвований миром.хелп. Любая поддержка будет весомым вкладом в помощь самым бедным. А подписка на ежемесячное пожертвование позволит стабильно помогать очень многим людям в наше непростое время. Давайте вместе поможем тем, кому больше не помогает никто. Продолжаем нашу программу и сейчас передаем слово Юрию Батурину. Сегодня он познакомит нас с жизнью священномученика Алексея Смирнова. Долгожданный день настал. Вот что писал родным, измученный допросами священник. В преддверии праздника иконы Божьей Матери, именуемой «Нечайная радость», я получил неожиданную радость для себя. «После категорического отказа в досрочном освобождении мне сегодня выдали документ о свободном проживании во всех городах СССР». Это было ненадолго. Всего через четыре года клирик подмосковного храма встанет перед матерью на колени и скажет «Матушка, в этой жизни мы уже не встретимся». Звали его Сергий Лебедев. Имя Сергей Павлович Лебедев. Год рождения 1875-й. Место рождения Москва. Образование Московское духовное семинария. Должность клирик храма Петра и Павла в поселке Малаховка Люберецкого района Московской области. Арестован по обвинению в участии в контрреволюционной группировке по групповому делу Воздвиженского и других. Приговорен к расстрелу. Когда-то, еще до наступления богоборческих времен, священник Сергий Лебедев пророчески напутствовал своих духовных чад, призывая хранить верность Христу. И в час испытания в темнице, среди гонения, среди голода и холода, в бедах от братья и лжебратья, и под мечом палача. Вскоре он сам сделает свой осознанный шаг на Голгофу. В разгар гонений в 1920 году будет возведен в Сан-Протеирея, а весной 1922 года арестован по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Отцу Сергию было предъявлено обвинение в том, что он занимался агитацией против изъятия церковных ценностей, что он был членом контрреволюционной группы, основанной духовенством Русской Православной церкви во главе с патриархом Тихоном. Его осудили на полтора года. Освободили батюшку досрочно, 11 июля 1923 года. Новодевичий монастырь, где служил священник, был закрыт, и он перешел в Московскую церковь живоначальной троицы в Зубове. Новое заключение ждало отца Сергия через 8 лет. На этот раз ему вменяли вину появление его фотографий в газете «Нью-Йорк Таймс». Наследствие отец Сергий показал. В 1929 году мой портрет появился с какой-то статьей в иностранной газете. Я совершенно никакого участия в этом не принимал и не знал, когда меня засняли. Но это абсолютно не волновало людей в погонах. Приговор три года ссылки в Северный край. Отца Сергия отправили в ссылку в Великий Устюг сначала, а потом длинным, долгим этапом, это было около 100 верст зимой, они прошли из Великого Устюга в деревню Никольское, а потом он был переправлен в село Макарова в Логотской области. А потом уже под конец ссылки в село Сорокино. По возвращении в Москву отец Сергий на некоторое время устроился секретарем заместителя патриаршего местоблюстителя. На эту должность его приняли, чтобы как-то материально поддержать. Священнику нужно было кормить мать и двух сестер. Служил отец Сергий тогда в храме Петра и Павла в подмосковном поселке Малаховка. Наступил 1938 год. Новый арест уже последний. Отцу Сергию предъявили обвинение в том, что он призывал, тайно призывал к свержению советской власти с помощью иностранных держав. Был найден лжесвидетель, который показал то, собственно говоря, в чем отца Сергия обвиняли. Он эти обвинения не признал. Тройка НКВД приговорила пастыря к расстрелу, а 22 марта приговор привели в исполнение на Бутовском полигоне. Весной 1901 года молодой Ирей Новодевичьего монастыря вместе с супругой и маленьким сыном собрались пить чай. Внимание малыша привлек большой красивый самовар. Мальчик потянулся к нему, самовар опрокинулся и ошпарил его с головы до ног. Со страшными ожогами ребенка увезли в больницу. Родители молились и день, и ночь. Трехлетний Боря выжил, но отца Сергия ждало еще более тяжкое испытание. На той же карете скорой помощи, которая привезла домой Борю, увезли в больницу матушку Софью, где она через сутки скончалась от запущенного почечного заболевания. Когда отец Сергий овдовел, то на его плечи легла не только забота о сыне, но и о сестрах, и о матери. В то время его спасла вера в Господа, поддержка родных и помощь духовного отца, Алексея Засимовского. Однажды они вместе молились в Троице Сергии в Илавре, и старец приоткрыл раку с мощами преподобного. Отец Сергий приложился к мощам преподобного, а когда старец спросил, что-то Сережа почувствовал, тот ответил, как будто бы я лицом окунулся в куст цветущих роз. И старец Алексей сказал, не каждому дано это почувствовать. Этот случай положил начало нового периода духовной жизни священника Сергия Лебедева. Он стал фактически монахом в миру. Он много времени уделял келейной молитве, проповеди, делам благотворительности и законоучительству. Спал он совсем немного. Молитва продолжалась ночью. Этой благодатной жизнью он снискал Божие благословения, необыкновенный дар слова. И в Новодевичий монастырь к батюшке потянулись люди. Среди тех, кто искал духовного общения с ним, были Станиславский, Немирович Данченко, Лилина и другие. А потом революция, первый арест, ссылка, второй арест, нелепые, глупые обвинения, расстрел. Клик у святых многострадального пастыря причислили в 2001 году. По делу Воздвиженского взяли священников всех храмов, которые располагались вдоль Московско-Казанской железной дороги. Их обвинили, как повелось уже в то время, в контрреволюционной агитации и оказании противодействия советской власти. Ненасытная кровавая машина работала на полную мощь. А мы продолжаем нашу программу и сегодня день памяти священномучеников херсонесских. Давайте отправимся на эту святую землю вместе с Игорем и Алексеем Огурцовыми и узнаем, как связаны Херсонесс и князь Владимир, а также получим ответ на вопрос, правда ли, что именно оттуда пошло христианство в России. Я очень волнуюсь, ведь мы едем сейчас туда, откуда пошло христианство в Россию. Мы хотели увидеть древнейший храм, храм в Лохернской Божьей Матери, но найти его мы не смогли. Папа, смотри, странные какие-то углубления, что это такое? Как катакомбы какие-то. Склеп, я понимаю. Ну, это же первое захоронение православных и хранение святых. Как тут, слушай, как так? Да. В таких местах. Здесь, на руинах Херсонеса, историк Татьяна Ишаева рассказала нам о древнем городе и о храме. Когда-то это было всемирно известная святыня и для восточного, и для западного христианского мира. И в первую очередь потому, что здесь находились останки одного из величайших святых, папы Мартина. Папа Мартин был в ссылке Херсонесе, как мы знаем, 124 дня. И здесь он умер и был канонизирован в более позднее время. И место его погребения на протяжении тысячи лет, и это зафиксировано источниками письменными, было местным поклонением. 16 век, когда уже не было Херсонеса, а весь Крым был турецко-тадарский. И совершенно непонятно, какими путями сюда приходили христиане и той, и другой конфессии. И здесь молились, они просили папу Мартина о исцелении. И они его получали. И тем более странно, что в наше время, меня это всегда, знаете, просто поражало, удручало, и непонимание. И сюда никто не идет. Ну, наверное, что-то не так с нашей духовностью. А сам храм, место погребения папы Мартина, он посвящен Богородице Лохернской. Это тоже, собственно говоря, единственный храм Херсонеси, о котором мы можем точно сказать, во имя кого он был освящен. И находится этот храм на некрополе святых. В 4 веке здесь были погребены святые. Семи священномучеников Херсонесских, Евгений, Елпидия, Гафадор. И вот во время раскопок было найдено надгробие в одном из склепов с удивительной надписью «Памятник святой мученице Анастасии». Это местно чтимая святая. И это кладбище первых христиан. Уже одно. Это ставит его в особый духовный рамк. На том месте, где мы стоим, было последовательно три мортирия. Но мы знаем, что мортирия – это сооружение, которое строится или над мощами святых, или в память какого-то события теофонического. Одно – это ход подземный, который некоторые исследователи вообще считают, что там даже к такому были. После 1313 года на этом же месте на нем уже строится маленький вот такого типа однонефный храм. По какой-то нам неизвестной причине он был разрушен. И уже в V веке строится вот этот крестообразный храм. Он тоже по форме непривычный, необычный. Вы, наверное, обратили внимание, что у него нет апсиды, что у него четыре входа было, в том числе и с восточной стороны. Это типичная архитектурная композиция мортирия, когда четыре входа, чтобы одновременно могло зайти много человек и поклониться святыне, которая находилась в центре. И там же был и престол. Хотя храм сейчас представляет собой руины, в нем все равно проводится богослужение. Храм, он всегда до скончания века будет храмом. И вместе с тем, ангелы Божьи будут совершать божественную литергию. И несмотря какие мы здесь и как мы с какими мыслями приходим в стена в этот храм, ангелы Божьи это литергию божественную здесь соединяется небо, здесь есть землю, и она дает возможность нам приблизить Бога. У меня были много разных встреч с разными людьми, и в один раз и он смотрел так на все спокойно, спокойно подошел и говорил «Знаете, вы можете подойти и потрогать». Это шестой век. И вот когда он потрогал, началась другая жизнь, другое восприятие. Знаете, мы четко должны быть, что потрогать и мы можем с вами ощутить этот переход в поколение, в века. Когда смотришь на такие руины, то понимаешь, как далеко вглубь веков уходит наша история. Ведь это не только единственная на территории России храм, посвященная Лохенской иконе Божьей Матери. Это, по мнению некоторых историков, еще и место крещения дружины князя Владимира. А сам князь Владимир крестился тут же рядом, в Херсонесе. О самых главных и актуальных событиях нового дня мы узнаем прямо сейчас. Это главные события нового дня в студии Инна Веденисова. Здравствуйте. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение крестопоклонной недели Великого Поста. Минувшую субботу представитель Русской Православной Церкви совершил всеночное бдение с чином выноса честного и животворящего Креста Господня в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. На следующий день представитель Русской Православной Церкви осветил главный храм МЧС России в честь Смоленской иконы Божьей Матери Фили Давыдкове города Москвы. По окончании Божественной Литургии Святейший Патриарх передал в дар новоосвященному храму иконы Божьей Матери умиления и обратился к верующим с первосвятительским словом. Представитель Русской Православной Церкви пожелал, чтобы храм был всегда наполнен молитвой верующих. Цитата «Еще и еще раз хотел бы пожелать, чтобы этот Дом Божий всегда наполнялся народом, чтобы на богослужениях люди с чистым сердцем открывали помыслы и обращали свои молитвы ко Господу, чтобы верующие, объединенные вокруг храма, творили добрые дела и совершали те служения, которым сегодня Церковь призывает мирян». Конец цитаты. Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей пастор Джерри Пиллэй выразила беспокойность и сожаление в связи с действиями, предпринятыми против Украинской Православной Церкви и монашеской общины, проживающей в древней Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. В своем сообщении он отметил, что Всемирный Совет Церквей подчеркивает важность защиты присутствия и свидетельства Церкви, где бы она ни находилась. Также Джерри Пиллэй выразил убежденность, что христианские лидеры могут и должны приносить свет, надежду и исцеление в этих трагичных обстоятельствах. Кроме того, он сообщил о своем намерении в ближайшее время созвать круглый стол с участием церковных деятелей соответствующих стран. Ранее патриарх Кирилл направил послание представителям поместных православных церквей, ряду религиозных лидеров и представителям международных организаций, в которых выразил свою обеспокоенность в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины. Директор Института будущего Украины Вадим Денисенко заявил, что переход священников из канонической Украинской Православной Церкви в Раскольническую Православную Церковь Украины будет необратимым процессом. В частности, он сказал о том, что если хоть небольшая, но значимая часть клира Украинской Церкви перейдет в ПЦУ, то в будущем этот процесс последует по всей Украине. По его словам, все священники уже находятся на низком старте и готовы осуществить переход. Давление на Украинскую Православную Церковь продолжается с 1990-х годов, но усилилось в 2018-м созданием украинскими властями Раскольнической Православной Церкви Украины. В 2022-м году преследование Украинской Православной Церкви усилилось. Местные власти в разных регионах страны запретили ее деятельность, а в парламент был предложен закон, фактически запрещающий каноническую церковь во всей Украине. Служба безопасности страны также возбудила уголовные дела в отношении представителей духовенства и провела обыски на наличие доказательств антиукраинской деятельности. Это были главные события нового дня. До встречи! Ну а теперь мы предлагаем послушать отрывки из 11-12 глав книги-притчи царя Соломона. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к своей смерти. Мерзость пред Господом коварные сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Семя же праведных спасется, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых гнев. Иной сыплет щедро и ему еще прибавляется, а иной сверх меры бережлив и однако ж беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянется, от народ, а на голове продающего благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. «Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника древожизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Кто любит наставления, тот любит знания, а кто ненавидит обличения, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена венец для мужа своего, а позорная как гниль в костях его. Помышления праведных правда, а замыслы нечестивых коварства. Речи нечестивых засада для пролития крови, устажи праведных спасают их». В книге «Притчи» мы слышим много афоризмов и житейской мудрости. И вот один из стихов, который сегодня звучит в храме, звучит таким образом в переводе «Надеющиеся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Здесь речь идет о том, что мудрый человек, который надеется на Бога и полагает на него все вопывание, а не на материальное благополучие. Он ведь на самом деле еще и добрый, потому что умеет делиться, потому что лишен зависти, лишен хвастовства, а ему нечем хвастаться. У него нет богатства, чтобы им кичиться. И вот когда он стремится делать добро, он делает это для других людей, он тем самым обретает благоволение окружающих, его начинают уважать, его начинают со стороны даже принимать умным человеком и прислушаться к ему слову. А посмотри на того, который богат, он все время боится потерять свое богатство. И для него все потенциальные воры. И он теряет людей вокруг себя, он сам попадает вот в эту ловушку зла. Потому что в богатстве, ну в богатстве нету греха. Мы знаем много праведников пьем ветхого и нового завета, которые были состоятельными людьми, но умели благотворить. И вот в этом смысл богатства. Не безумный богач, который в себя богатил, а тот, который помогал. Но главным образом он уповал на свое богатство. А надо уповать на Бога. Вот смотри, ведь это неправильно. Получается, что человек упывает на материальное благо. А материальное благо, они же бездушные, безжизненные. Уповать надо на Бога, потому что Он является источником нашей жизни. Богатство смертное, оно все равно кончается. А бесконечна только душа, бесконечна жизнь, бессмертный человек. И поэтому, когда мы поступаем так, мы поступаем мудро. Как-то бога богатеть, да? Где-то есть такое выражение, вообще слово богатство темиологически как раз-таки имеет корень Бог. Да, слово Бога, да. Богатырь тоже от Бога, потому что я не сам побождаю, а с Божьей помощью. Но вот вторая часть сегодняшнего изречения о праведниках. Святой Соломон говорит, что праведники похожи на лист, который постоянно зеленеет. И вот эти слова перекликаются с псалтырью в 91-м. Мы помним слова праведники, як уже феникс процветет, и як уже кедр, и живлевание умножится, и еще насаждение в дому Господне, во дворях дому Бога нашего поживут. Вот это та же самая мысль. И метафора потрясающая. Что человеческая душа освежается добрым делом, она оживляется. В общем, ради этого одного уже стоит делать добрые дела. Точно. Спасибо большое отец Василий. Дорогие друзья, у нас короткая пауза, и мы совсем скоро продолжим нашу интересную программу. Это «Утро на Спасе», друзья, и мы продолжаем нашу программу. Мы пришли к рубрике «Утренняя почта», времени, когда вы, друзья, задаете нам ваши вопросы, ну а мы меру сил отвечаем на них. Да, отец Василий, вот первый вопрос от Полины. Она спрашивает, «Я стала читать псалмы и утреннюю и вечерние молитвы, но сейчас из-за работы я не успеваю читать с утра псалмы и утренние молитвы. Перед тем, как встать с кровати, успеваю прочитать про себя только Иисусову молитву и Богородице, Дева Радуся, но читаю все вечерние молитвы перед сном. В обед про себя проговариваю, отче наш. Вопрос, насколько плохо, что я не могу с утра прочитать молитву? Ну, сказать плохо не искажешь, нет, молитва – это такая пища. Вот. Хочешь ты поесть, идешь и вкушаешь. Так и с духовной пищей. Хочешь ты помолиться, ты все равно испытываешь эту потребность, ты пойдешь и помолишься. Надо посмотреть глубоко, в чем-то что-то происходит. Может быть, у вас какая-то, ну, какой-то отвлекающий маневр вам мешает. Может быть, усталость, я не знаю. Хотя, как правило, вот из своего опыта, из опыта общения с моими прихожанами, все наоборот. С утра человек свильный, такой свежий, встаешь, говоришь молитвы. Да, чаще наоборот. Можно будильник себе завести раньше, чем тебе уже надо начинать там собираться. И обычно все-таки с утра легче. А вот с вечера ты уже приволакиваешься туда в комнату, плюхнулся туда в подушку и что-то там читает, там читает наизусть. Взеваешь там. Как-то вот наоборот все. У меня даже удивительно, что у вас с утра не получается. Но в любом случае это как вот пища. Именно так, как дыхание. Может, такой образ вам лучше быть? Мне кажется, знаете, вопрос вот к любому священнику можно подойти и попросить какой-то сокращенный продукт. Потому что, конечно, еще псалмы читать с утра, да, еще псалтирь, помимо основного утреннего правила, еще псалтирь, наверное, это бывает непосильно. Вы просто не успеваешь, там поспать хочется. Я вот обратил внимание, знаешь, на что? Совсем кратенько. Полина начала читать псалтирь с декабря 2022 года. То есть буквально, ну, пару месяцев тому назад, не знаю, сколько там прошло. А вот в чем дело? Это как семя, которое брошено при дороге. Оно вот быстренько взошло, но плод не дало, потому что тут корней пока нету. Но в общем, вы в самом начале, Полина, у вас еще будет возможность. Так что не теряйтесь и не унывайте, не печальтесь. А читайте молитв, как дыхание, как пищу для души. А есть ведь, помните, еще замечательное правило Серафима Саровского, преподобного отца? Там что-то три раза отче наш, три раза Богородица и три раза, по-моему, Царю Небесный. Какое-то такое правило, которое очень, ну, как раз кратко называлось. Вот я бы посоветовал с этого начать. Для тех, кто не может. Не псалтырь читать. Кстати, наши зрительницы не указывают, сколько псалмов она взяла на себя читать. Но это явно, что, ну, неудобно, с непривычкой, это слишком тяжело. Это можно раз, два, три, но чтобы так постоянно не стоит. Надо с малого начинать, да? Как мы и взрослеем, как любые спортсмены тренируются с малого. А что вот это Богородичное правило называется правило Серафима Саровского. Полное правило утренних молитв. Ну, а потом, даст Бог, особенно в Великий пост будет полезно и будет радостно, если вы добавите к обычным своим правилам еще и псалтырь. Еще очень приятно, дорогие друзья, что вы нам так доверяете, задаете такие вопросы, такие тонкости, разрешаете в своих, такие сомнения, в своем молитвенном делании. Спасибо вам огромное. Присылайте нам еще ваши вопросы для следующих программ. И мы продолжаем. В начале крестопоклонной недели предлагаем отправиться в паломничество в небольшое село в Ярославской области и узнать о чуде по молитвам Гаденовскому кресту. Елена Реброва столкнулась с тяжелым заболеванием щитовидной железы, когда ей было всего 20 лет. У меня удалили щитовидку, она не подавалась в лечение, у меня был огромный зуб, то есть дальше подбородка, пошла огромная потеря веса, то есть у меня прям уже 40 с чем-то килограмм был вес, она меня просто съедала заживо, и тут вопрос такой уже о жизни стоял. И после этого я не смогла иметь детей, то есть мне сказали, мне никогда их не будет, все бесполезно. Пять лет лечилась, я принимала разные методики, но, к сожалению, вот ничего не помогало, но руки я не опускала. Елена просто не могла смириться с этим, казалось бы, однозначным диагнозом. Совершенно случайно она узнала о животворящем кресте, святыне, которая находится в селе Гаденово Ярославской области. И женщина поехала туда в надежде на чудо. Мне очень верилось, что у меня будут детки. Из-за этого я поехала, это, может, как последний шанс какой-то был. После этого, через два месяца, я узнала, что беременна. Вот, я пришла к своему врачу вставать на учет, она так раздраженно еще говорит, Елена, мы же с вами договорились в следующем месте. Ну, я же мучила ее постоянно, дайте мне таблетки, дайте мне лекарства. Я говорю, вы знаете, и она учет пришла вставать. А она вот так, как сидела, она просто не поверила. Она говорит, такого быть не может. Отец ребенка оставил их, но Елена признается, после произошедшего с ней чудо, она даже не думала расстраиваться. Всегда, всегда Бог вот подкидывает так, что-то, такой, какой-то шанс маленький, его просто надо увидеть. Казалось бы, я одна, там, я такая бедная, несчастная, кому я нужна такая, с ребенком, вот такая вот вся. Ведь вот в 17-м году я встретила мужчину, который меня полюбил, такой, какой и есть. Приняла моя дочь, вообще чудесная. То есть она его сразу папой начала называть. А потом случилось еще одно чудо, вторая беременность. Она же стала для Елены и настоящим испытанием Веры. Когда пришла на УЗИ, оказалось, что эта беременность нематочная, меня с этого платного УЗИ прям приехала реанимация, и меня забрали в больницу. Там в больницу я ходила за врачами, как безумные, просто повторяла, ну, такого быть не может. Нет, нет, у вас действительно все так, все, готовимся к операции. И в итоге я решаю написать отказ и просто ухожу. Мне там вслед кричат, что я сумасшедшая, что я могу умереть. И я понимала, что они ошибаются. Но мне было, да, жутко страшно, когда я ушла, я не спорю. Ну, вот я просидела две недели дома, я прислушивалась к себе. Я пришла на УЗИ, оказалось, семь недель, и сердце уже в мерочке билось. Диагноз бесплодие, гормональные препараты, одиночество и страх остались в прошлом. Если о чем-то мечтать и мечтать об этом искренне, оно обязательно сбудется. А за счет каких-то испытаний, какой-то борьбы и вот такой чудесный результат, то, что у меня теперь есть дети, есть замах на то, что, возможно, я даже многодетной мамой стану. И это меня вдохновляет еще больше. Я точно об этом теперь могу говорить. Пройдя через все эти испытания, с Божьей помощью Елены обрела настоящее женское счастье. Папа. Нет, это сентябрь. Дарья Полий, Павел Ососов, Анна Мешкова, телеканал «Спас». Друзья, мы продолжаем нашу программу. Многие во время Великого Поста отказываются от социальных сетей, предпочитая это время провести в молитве и уединении. Но что такое честолюбие и как побороть этот грех, мы обсудим далее. Честолюбие – это мать всех ересей, писал блаженный Августин. Действительно, самые великие падения видимого и невидимого мира случались именно из-за этого греха. Начиная с самого высшего ангела Люцифера, заканчивая ересиархами и всеми людьми, которые в той или иной степени страдают от этой душевной болезни. В первом случае одно из божьих творений настолько возгордилась, что посчитала себя равным творцу и захотела тех же почестей. Однако, никакое зло не может властвовать, ведь это противоречит природе истинного Бога, которое всегда благо и является любовью. Во втором случае это те люди, которые посчитали себя мудрей всей церкви и божественного откровения и проповедовали свои идеи, отличные от согласия полноты святоотеческого учения. Точно так же и в повседневной жизни. Каждый человек ведет борьбу с грехом честолюбия, который сжигает все доброе и светлое внутри человека, делая его черствым к окружающим и зацикленным только на своей успешности и популярности. Святые отцы церкви всегда предостерегали христиан об опасности этой душевной болезни и советовали как можно быстрее с ней бороться. По словам апостола Якова, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому этот грех, как ничто другое, отдаляет верующих от Бога. Грех честолюбия опасен тем, что он ставит желание славы и признания на первое место. Он берет узды правления над человеком и заставляет его любыми путями добиваться известности и популярности, даже при тех условиях, если цели будут достигаться аморально. Также честолюбивый человек ставит себя выше всех других людей, начинает смотреть на них свысока. Но перед Творцом все люди одинаковы. Он любит каждого человека, несмотря на статус и занимаемые должности. И главная цель человека на этой земле стать похожим на своего Создателя, достичь его подобия, которое заключается прежде всего в абсолютной любви. К сожалению, ради земной славы некоторые люди готовы совершать любые коварства и подлости. Все ради того, чтобы возвыситься над другими. Недаром святые отцы относят это душевное заболевание к числу смертных грехов, ведь оно медленно, но верно убивает душу человека, лишая божественной благодати, которая не находит себе места в злом и эгоистичном сердце. Чтобы побороть эту греховную страсть, нужно запастись немалым мужеством и смирением, ведь будут случаться неудачи, но дорогу осилит идущий. Прежде всего нужно стараться быть безразличным к мнению окружающих, уметь видеть в себе ошибки и недостатки, чаще прославлять Бога за успехи, отдавая почести тому, кто является виновником этого мира, следовать евангельскому принципу и не выставлять свои добродетели на показ, совершая все в тайне. Часто будет возникать желание сойти с дистанции, потому что борьба против дьявола всегда трудна, но призывая имя Господне все возможно осуществить и преодолеть. О самых важных и актуальных событиях нового дня узнаем прямо сейчас из короткой сводки новостей на телеканале Спас. Это главные события нового дня в студии Инна Веденисова. Здравствуйте. Святейший патриарх Московский и всеярусик Кирилл совершил богослужение крестопоклонной недели Великого Поста. Минувшую субботу представитель Русской Православной Церкви совершил всеночное бдение с чином выноса честного и животворящего креста Господня в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. На следующий день представитель Русской Православной Церкви осветил главный храм МЧС России в честь Смоленской иконы Божьей Матери Фили Давыдкове города Москвы. По окончании Божественной Литургии Святейший Патриарх передал в дар новоосвященному храму иконы Божьей Матери умиления и обратился к верующим с первосвятительским словом. Представитель Русской Православной Церкви пожелал, чтобы храм был всегда наполнен молитвой верующих. Цитата «Еще и еще раз хотел бы пожелать, чтобы этот Дом Божий всегда наполнялся народом, чтобы на богослужениях люди с чистым сердцем открывали помыслы и обращали свои молитвы ко Господу, чтобы верующие, объединенные вокруг храма, творили добрые дела и совершали те служения, которым сегодня Церковь призывает мирян». Конец цитаты. Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей пастор Джерри Пиллей выразил обеспокоенность и сожаление в связи с действиями, предпринятыми против Украинской Православной Церкви и монашеской общины, проживающей в древней Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В своем сообщении он отметил, что Всемирный Совет Церквей подчеркивает важность защиты присутствия и свидетельства Церкви, где бы она ни находилась. Также Джерри Пиллей выразил убежденность, что христианские лидеры могут и должны приносить свет, надежду и исцеление в этих трагичных обстоятельствах. Кроме того, он сообщил о своем намерении в ближайшее время созвать круглый стол с участием церковных деятелей соответствующих стран. Ранее патриарх Кирилл направил послание представителям поместных православных церквей, ряду религиозных лидеров и представителям международных организаций, в которых выразил свою обеспокоенность в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины. Директор Института будущего Украины Вадим Денисенко заявил, что переход священников из канонической Украинской православной церкви в Раскольническую православную церковь Украины будет необратимым процессом. В частности, он сказал о том, что если хоть небольшая, но значимая часть клира Украинской церкви перейдет в ПЦУ, то в будущем этот процесс последует по всей Украине. По его словам, все священники уже находятся на низком старте и готовы осуществить переход. Давление на Украинскую православную церковь продолжается с 1990-х годов, но усилилось в 2018-м созданием украинскими властями Раскольнической православной церкви Украины. В 2022 году преследование Украинской православной церкви усилилось. Местные власти в разных регионах страны запретили ее деятельность, а в парламент был предложен закон, фактически запрещающий каноническую церковь во всей Украине. Служба безопасности страны также возбудила уголовные дела в отношении представителей духовенства и провела обыски на наличие доказательств антиукраинской деятельности. Это были главные события нового дня. До встречи! Сегодня православная церковь празднует икону Божьей Матери с поручницей грешных. Об этом празднике мы поговорим прямо сейчас. Икона Божьей Матери с поручницей грешных свое название получила от надписи на ней «А с поручницей грешных к моему сыну», то есть посредница между милосердным Богом и грешными людьми. Богородица изображена по пояс, левой рукой держит Христа, младенец сжимает правую руку матери. Икона украшена коронами. Это свидетельствует о ее малороссийском или белорусском происхождении. Впервые этот образ прославился чудесами в середине XIX века в Николо-Одринском мужском монастыре. Именно здесь, в селе Одрино, близ города Карачево на Брянщине, сразу нескольким жителям в сновидениях было открыто, что в обители есть чудотворная икона Богородицы. Древний образ из-за ветхости не пользовался должным почитанием и стоял в старой часовне у монастырских ворот. Его торжественно перенесли в церковь. К иконе начали стекаться верующие и просить об исцелении от печали и болезней. Первым выздоровел двухлетний малыш, страдавший эпилепсией. Особенно прославилась икона во время эпидемии холеры, когда много смертельных больных она возвратила к жизни. В 1848 году москвич Дмитрий Николаевич Банческул заказал список Содринской иконы. Сначала он поместил его в доме. Однако, после того, как от образа истекло мира, с помощью которого многие получили исцеление, список перенесли в храм святителя Николая в Хамовниках. Никольская церковь в Москве никогда не закрывалась. И даже в годы богоборчества люди могли поклониться образу Богородицы с поручницей грешных. Более тревожная судьба была у первообраза. В 20-е годы 20-го века Одринскую обитель разорили. Чудотворный образ прятали жители. Он пережил пожар, бесконечное хождение с рук на руки и, наконец, переезд за границу. Однако, 24 октября 1996 года чудотворная икона вернулась в стены родной обители. Отец Василий, расскажите, какая история обретения этой чудесной иконы? И почему она так называется? Обрели чудесным образом, как это всегда и бывает, что Матерь Божия является и указывает место, где нужно найти святой образ. А вот по поводу названия, оно ведь очень необычное, да? Споручница, то есть она помогает грешникам. А связано это с надписью, которая вот там наверху и на ленточке, там звучит так Аз, я, Аз, сопоручница грешных к моему сыну. Сей дал мне за них руцы, слышите меня выну. То есть всегда. Как слышите меня выну? Это слово? Слышать меня всегда. Славянское слово выну означает всегда. Да, ну так вот, идем дальше. слышать меня всегда. Дати и же радость выну мне приносит. Радовать все вечно через меня и спросит. А можно полностью теперь по-русски, а то что-то вообще непонятно. Давай, Сейчас тогда переведу прям полностью эту стату по-русски. Я споручница грешных к моему сыну. Он дал мне за них, за грешников, руцы слышать меня всегда. Чтобы они, те, которые радость мою приносят, радовались в вечной жизни через меня. Вот таким вот образом. Это сам механизм, как я вот часто говорю, механизм у нас такой. Мы обращаемся к Богородице и она ходатайствует перед Божественным своим сыном. Вот здесь споручница грешных, прям название показывает анатомию происходящего. Мы можем, конечно, и напрямую к Богу обратиться, и мы делаем так. Но здесь мы уже видим, что это работает. Как-то быстрее доходит через Богородицу. Это же нормально, когда ты видишь, что это работает, ты пользуешься этим. История иконы такая, что впервые она явлена была при князе Корецком. Это в Украине сейчас там есть. И там даже сейчас стоит монастырь на этом месте. Корецкий монастырь, Корецкий монастырь, известный, оттуда много духовенства вышло из этого места вокруг монастыря. Это своего рода как Троицергиевая Лавра. Я вот не побоюсь так сравнить, потому что очень много и священников, и архиереев в Русской Церкви вышли оттуда из округа Корецкого монастыря. Ну а дальше продолжилась география таким образом, что образ оказался уже на территории Брянска, если конкретно древнего города Карачева. И там сейчас есть обитель, называется Одринский монастырь. И вот, собственно говоря, там есть список, и люди туда приходят, чтобы молиться. Вот это перед этим списком в Карачеве. А в Москве нет такого? Есть в Москве, Катюш, есть в храме святителя Николая в Хамовниках. Помнишь этот красивый такой с рушечками? Там есть древний список вот этой иконы Беспоручица-Грешица. Так что, москвичи, добро пожаловать в гости города. Приходите в храм святого Николая в Хамовниках. Спасибо большое, отец Василий. Обязательно посетим, помолимся перед иконой Божьей Матери. А всех, кто назван в честь преподобного мученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строева, который сегодня празднуется, сердечно поздравляем с именами. Поздравляем, дорогие друзья. И по обычаю нашему мы желаем вам доброго здоровья на многое и благое лето. Мы продолжаем нашу программу и расскажем вам о том, что произошло в этот день в истории Церкви, России и мира. В 1699 году произведено первое награждение орденом святого апостола Андрея Первозванного. Девиз ордена «За веру и верность». Орденский знак имеет вид Андреевского креста. Покрыт он был синей эмалью с изображением самого святого. На концах креста латинские буквы «Сапр» «Санктус Андреас Патронус Руссия» «Святой Андрей Покровитель России». В 1922 году ГПУ разработало планы репрессии против священноначалия. В докладной записке ГПУ, направленной в политбюро, говорилось о необходимости ареста патриарха, а также проведения духовного собора на предмет избрания нового синода и патриарха. В 1990 году состоялось заседание Священного Синода. Была образована комиссия Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности. Во главе комиссии стал архиепископ Смоленский и калининградский Кирилл, ныне святейший патриарх Московский и всея Руси. Катя, я думаю, что стоит сегодня поговорить о главной награде. Это самая высокая награда Российской Федерации сегодня, но и это была самая большая награда и в Российской империи. Эта традиция уже возродилась в наши времена, но мы сейчас с тобой окунемся немножко туда, в историю. Дело в том, что орден был придуман царем Петром, будущим императором всероссийским еще в 98-99 году 17 века. И почему именно Андрей? Да потому, что это покровитель России. Потому, что согласно преданию, именно святой апостол Андрей пришел на холмы будущего Киева, воздвиг там крест и он нами почитается, как наш апостол, апостол нашей земли. Там так и написано святый Андрей, просветитель или защитник России. Но вот к этому Андреевскому ордену восходит еще одна очень милая традиция сегодняшних дней, о которой, наверное, многие уже и забыли. Так я напомню. Ты же знаешь, что когда из роддома выписывают роженицу, то мальчишек вот так вот обтягивают такой голубой ленточкой, а девчоночек розовый, да? Ну и потом одежда тоже выбирается, соответственно, вот мальчикам поголубенькие, девочкам розовенькие. А знаешь, откуда это пошло? От ордена Святого Андрея, потому что Святой Андрей на этом ордене изображен на голубом фоне. Ну а голубой тоже не случайно, потому что цвет Андреевского флага, цвет моря, цвет синий. И вот так и пошло с того времени, когда орден получил голубенький оттенок. И тогда вот что я вспомнил. Император Петр I, это именно он положил эту традицию, он подписал указ, чтобы все первенцы, все мальчики, рожденные в царской семье, всем давал сразу орден Святого Андрея, прям по факту рождения. А всем девочкам давали орден Святой Екатерины. Святой Екатерина, твоей небесной покровительницы. Этот орден тоже был у нас в России, и у него был розовый фон. И вот так и пошла эта традиция голубенького, розовенького, и с этих двух орденов, Святого Андрея и Святой Екатерина. Ничего себе, как интересно. Спасибо большое, отец Василий, за эту деталь. Я уверена, что никто из наших зрителей не знал об этом. Теперь будем просвещенными. А мы продолжаем нашу программу. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресенье Твое славим. Началась крестопоклонная неделя Великого Поста. Особенное время, отданное верующим для поддержания Духа. О смысле, исторических особенностях, о традициях этой недели мы поговорим с Иереем Ильей Туренко, клириком Георгиевского храма поселка Нахабино. Доброе утро, Здравствуйте. Здравствуйте, отец Илья. Расскажите нам, пожалуйста, как была исторически установлена эта неделя, какие события мы вспоминаем. История этого празднования, этого праздника такова. В 326 году святая царица Елена отправилась в путешествие, в паломничество святую землю на поиски животворящего креста. И на месте, которое было попираемо, на нем стоял языческий храм Венеры, проводились раскопки и были найдены три креста, которые в последствии на одном из них была табличка, которая говорит о том, что этот крест был именно тем крестом, на котором был распят Христос. К этому кресту приложилась болящая женщина и исцелилась. И это оказалось еще одним свидетельством подлинности и истинности креста. И есть еще одно предание о том, что кроме этого ожил мертвец, которого проносили, процессия проходила рядом и после того, как приложили к этому кресту, мертвец ожил. Но ведь да, это событие мы знаем, что вот как это обретение креста Спасителя, но сама неделя, само празднование, да, вот крестопоклонная неделя, когда она, с каких пор существует в традиции церкви? Ну, само обретение произошло рядом с Пасхой. Это было в мае. И в принципе традиционно, что оно и праздновалось тогда. Но кроме прочего, ведь сейчас крестопоклонная неделя это середина поста. Да, это середина. Две, два воскресенья были, это третья, два воскресенья еще будут, потом уже будет страстная. Вот такой вопрос созрел. А почему именно в середине поста стоит? Почему, например, не в конце, ближе к страстной, когда мы, в общем-то, и вспоминаем крест? Почему именно в середине поста? Дело в том, что самыми, наверное, сложными постными днями бывают первые дни, когда люди сугубый пост на себя некоторые возлагают. и это дни испытаний, в общем-то. И испытаний как физических, так и духовных. И в подкреплении сил духовных и физических вот именно этот крест и выносился, потому что ведь я уже сказал о том, что произошли такие чудесные исцеления. И я уверен в том, что крест давал силы людям нести пост, постнические подвигы дальше. Именно в середине поста для того, чтобы люди вновь обрели какую-то надежду, радость поста и благословение Божие такое. Кстати говоря, и перекликаются богослужебные особенности двух праздников. Вот давайте поговорим о особенностях недели крестопоклонной. Дело в том, что в субботу выносится на поклонение в субботу вечером уже мы знаем, что богослужебный день начинается с вечера, поэтому можно сказать, что суббота вечера это уже воскресенье. И в субботу вечером выносится на поклонение священникам из алтаря, с престола крест на середину храма. И под пение кресту твоим поклоняемся владыка совершается поклонение земные поклоны и сначала кланяются священники духовенства, а потом все прихожане храма подходят и прикладываются к кресту. Ну и на литургии тоже место тресвятого. Ну да, кресту твоим поклонимся владыкой. Это всю неделю праздновать? Это один день. Только один. Именно в субботу вечера, в воскресенье, утром, такие особенности, которые как раз напоминают праздновать. А как вот дома? Дома? Вот я знаю, что миряне богочестивые там петли, крестики как-то, да? А вот может быть стоит на этой неделе достать распятие, как-то его в особенном месте поставить и поклоны перед ним? Я не знаю, какие-то такие вещи, которые каждый наш зритель может сделать, чтобы выразить свое почтение? Ну, безусловно, это не является лишним, конечно, если дома есть такая возможность, домашняя молитва, отдельное поклонение к кресту, конечно, это прекрасно. А вот Катя говорит про формы крестика, это чили такое-то, что это, о чем речь? Это, дело в том, что это традиция древняя, и она прекрасно описана у Ивана Сергеевича Шмелева в «Лети Господнем». Да, если позволите, я прям даже выдержку зачитаю, маленькую цитату, да? Я очень люблю эту книгу, отец Илья, почитайте, пожалуйста. В субботу, третьей недели Великого Поста, у нас выпекаются кресты, подходит крестопоклонная. Кресты, особенное печенье с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое, где лежат поперечинки креста, вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками пробито. Так, спокон веков выпекали, еще до прабабушки Устиньи, в утешении для поста. Горкин так наставлял меня, православная наша вера русская, она, мелок, самая хорошая, веселая, и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость. И это сущая правда, хоть тебе и великий пост, а все-таки облегчение для души, кресты-то. Только при прабабушке изюмину в печали, а теперь веселые малинки. Крестопоклонная, неделя священная, строгий пост, какой-то особенный, сугубый, Горкин так говорил по-церковному. Если бы строго по-церковному держать, надо бы в сухоедении пребывать, а по слабости облегчение дается. В середину пятницу будем вкушать без масла, гороховая поклепка до винегрета, в другие дни, которая пестрая, поблажка, можно икру грибную, суп с грибными ушками, тушеную капусту с кашей, клюквенный киселек с миндальным молоком, рисовые котлетки с черносливно-изюмным соусом, шепталкой, печеный картофель, а на заедку всегда кресты. Помни крестопоклонную. И еще наставлял Горкин вкушай крестик и думай себе. Крестопоклонная, мол, пришла. А это в удовольствие. Каждому, мол, дается крест, чтобы примерно жить, покорно его нести, как Господь испытания посылает. Наша вера хорошая, худому не научит, а в разумение приводит. Спасибо. Вот эти слова, да? Каждому дается крест. Но, конечно, Иван Шмелев, но это вот, это наш Олег Ольхов, он сейчас так рассказывал про эти миндальные печенья, что прям хочется уже и сделать дома, дай бог. Они во время поста так ощущают, что питались лучше, чем у них. Если я, вот завершить наш короткий разговор, хочется как раз вот об этом. Его чуть-чуть затронул писатель. Личный крест. И сегодня у нас есть повод, как раз это, в воскресенье дает им повод задуматься о своем личном кресте. Несколько слов об этом, батюшка. Господь дает, если мы выбираем путь спасения, читаем евангельские слова, кто хочет по мне идти, возьмет крест свой, отвержится себе и по мне грядет. Это очень важные такие слова. Если мы хотим спасти свою душу, идти за Богом, то надо с покорностью и со смирением принимать то, что Он дает на жизненном пути. Это и во время Великого поста, и вообще во время всей жизни. Со смирением предстоять перед Богом. Это важные слова и, наверное, они ключевые. Потому что, если я со смирением, то значит без гнева, то значит с благодарностью, то значит с надеждой на то, что Господь милостив ко мне и подаст мне все потребное и необходимое для спасения души. Замечательные слова, отец Илья. В завершении нашей беседы спасибо огромное. Мы продолжаем. С нами был Ирей Илья Туренко, клирик Георгиевского храма поселка Нахабино. А мы идем дальше. Все ближе и ближе мы приближаемся к Страстной неделе. Воспоминания о распятии Господа нашего Иисуса Христа. Но почему для этого использовался именно крест? В каком веке его стали использовать как орудие для казни? И почему он стал символом христианства? Об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Даже человеку, далекому от христианского вероучения, известно, что Иисус Христос был распят на кресте. Крест на протяжении веков является символом христианства и теперь ассоциируется исключительно с ним. Однако крест, как орудие умерщвления, стал использоваться задолго до Рождества Христова. Известно, что распятие, как вид казни, применялось в Вавилоне, Греции, Карфагене. Наиболее широкое применение крест приобрел в Древнем Риме. Согласно законам Римской империи, распятию подлежали наиболее опасные преступники, в первую очередь бунтари и изменники. В первом веке до Рождества Христова в Риме вспыхнуло восстание рабов во главе со Спартаком. Оно закончилось неудачей, в результате которой несколько тысяч пленных бунтовщиков были распяты римскими солдатами. В империи использовалось несколько видов крестов. Т-образный, четырехконечный и икс-образный. Бывало, что человека распинали просто на столбе. Техника распятия также отличалась. Руки могли сперва привязать веревкой и затем пробить ладони гвоздями. Гвоздями могли также пробить запястья. Распятие по-прежнему считается одним из самых жестоких видов казни. Прибитый ко кресту человек не только испытывает ужасную боль в руках и ногах, он еще вынужден постоянно опираться на пробитые гвоздями конечности. По одной простой причине, чтобы дышать. Согласно античным хроникам, распятый мог провести на кресте несколько суток, постепенно умирая от кровопотери, отека внутренних органов и удушья. Зная все перечисленное, осознаешь, насколько мучительной была кончина Иисуса Христа. Обвиненный в подстрекательстве к бунту, спаситель был отправлен на самую страшную казнь. Христа должны были распять на кресте Т-образной формы, наиболее распространенной в ту эпоху. Однако, Понтий Пилат, римский правитель Иудеи, распорядился прикрепить над головой распятого спасителя табличку с надписанием его вины. Поэтому горизонтальную часть креста опустили ниже. Т-образный крест превратился в четырехконечный и в итоге стал символом христианства. Друзья, все вместе давайте сейчас помолимся о мире святому праведному воину Федору Ушакову. Приникни, праведне воине Федоре, с горних селений, напритекающих к тебе, и вонми молению их. Умоли Господа Бога, даровать и всем нам, ежекоспасению нашему. Мы просим от него при святом твоем предстательстве. Ты, великая, возложенная на тебя служение, тщательно проходил, еси. И нас, твоей помощью, пребывати кое горждо, в неже призван есть на ставе. Ты, победив супостатов множества, и на нас, ополчающихся видимых всех и невидимых врагов, не зложи. И спроси у всемилостивого Бога, страждущую страну российскую, от лютых безбожник и власти их да освободит и да восставит престол православных царей. Умоли Господа Бога, даровать и крепкий и ненарушимый мир, и земли плодоносия, пастырем святыню, законам правду и силу, воинначальникам мудрость и доблесть непобедимую, градоначальникам суд, флоту твоему российскому и всему воинству нашему, преданность вере и отечеству, и неодолимое мужество. Всем же православным христианам здравие и благочестие, сохраняя страну нашу от всех наветов вражиих, да словом и делом прославляется в них всесвятое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня уже 20 марта, понедельник. Церковь празднует икону Божьей Матери с порушницей грешных. Неустанно стремись к Богу. Видя твое стремление, Бог даст все необходимое, говорил преподобный Гавриил Ургибадзе. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом! В новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам благословенного дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok